Проходите. Крестный слог. Начинаем называть датчики. Когда датчики нижнего дыхания и сердцебиения закреплены, уйти от ответа не удастся. Тем более, когда перед тобой профессионал своего дела. Ольга Аксененко работает в органах 14 лет. Из них два года в должности эксперта-полиграфолога в Следственном комитете. Чтобы определить, виновен человек в преступлении или нет, одного теста на полиграфе недостаточно. В работе помогает и образование психолога, с теми, кто в кресле, Ольга сначала беседует. А еще терпение и внимательность. Чтобы получить точный результат, нужно провести от 5 до 13 тестов. Вы родились в Липецкой области? Да. Вы боитесь результатов сегодняшнего тестирования? Нет. Все свои эмоции оставляешь и уже работаешь с конкретным человеком. Уже забываешь о том, что он, допустим, что-то мог совершать. Мы же еще не знаем, не докопались до этой истины. Отключаешь все свое женское начало, а работа прежде всего. По таким же принципам живут и эксперты-экономисты. Ежедневно они работают с десятками томов бухгалтерской документации. Под их контролем серьезные финансовые преступления и невыплаченные зарплаты. Конечно, дома приходишь, приходят, хочется отвлечься, хочется как-то заняться немножко другой сферой деятельности. Не только цифры держать в голове целыми днями. И в последнее время я увлеклась тем, что я занимаюсь созданием картин с использованием алмазной графики. В Следственном комитете по всей области из 130 сотрудников всего 30 женщин. При дверей праздника им разрешили сменить форму на платье и немного отвлечься от работы. Самое почетное то для нас сегодня, мужчин Следственного управления, то, что именно вы выбрали нелегкую профессию, работая в Следственном комитете, связанную с следами уголовных дел. И надо сказать о том, что вы ее с честью выполняете. Цветы и награды в этот день для прекрасной половины коллектива обязательны. Ведь несмотря на холодный разум и четкий расчет, все сотрудницы Следственного комитета, прежде всего женщины, которые заслуживают внимания и любви. Юлия Нечаева, Андрей Зубков, Липецкое время.